Кодекс, я получаю, потому что это не единственная версия моей презентации, но она существует, поэтому она будет распространена. Значит, создание и существование национальных научных школ для методичности, значит, в соответствии с докладом, который был сделан на первой части нашего бринарного совещания, было сказано, что именно на третьем уровне управления знаниями существует опора, по крайней мере, я так понял, на локальные системы управления, консолидации знаниями. Если можно, следующий слайд. Значит, исходя из этого, вот в нашем научном дивизионе мы тоже считаем, и это традиционное российское такое направление, формирование так называемых научных школ, я чуть дальше скажу, значит, поскольку в научный дивизион госкорпорации «Росатом» входит большая часть научных институтов, часть из которых традиционно входила непосредственно в атомную отрасль, часть из которых работала для атомной отрасли, и в процессе консолидации активов логическим образом вошло в атомную отрасль, как, например, «Нички» или «МЕД», то мы на сегодняшний момент обладаем действительно полным скептором компетенции для создания научной инфраструктуры, поддержки и формирования новых знаний. Мы считаем на сегодняшний момент это особенно важно для формирования центров ядерной науки и технологий, прежде всего за рубежом, поскольку все-таки система управления знаниями, в нашем понимании, предполагает активное участие в формировании этих новых знаний, и, соответственно, те люди, которые этими знаниями интересуются, должны реально иметь возможность создавать новые знания, опираясь на существующий базис. Значит, исходя из этого, мы полагали, что при формировании центра ядерной науки и технологий необходимо, ну, прежде всего, иметь идеологию, то есть формировать комплексную научную программу, затем иметь адекватное укомплектование научных лабораторий, обязательно иметь несколько центров формирования этих компетенций, прежде всего это опирается на центр материаловедения в широком смысле, обязательно центр обучения, и здесь же идет практическое обучение персонала. Дальше, пожалуйста, на следующий слайд. Значит, я сейчас позволю себе рассказать о существовании вот такого, я думаю, нашего национального понимания, что такое научная школа. Научная школа, соответственно, как мы это понимаем, понимаем, это достаточно долговременный сложившийся коллектив со своими традициями, прежде всего уровнем требований к качеству, знаний, их достоверности, и, соответственно, возможности на основе этого формировать новые знания, которые являются достаточно устойчивыми в силу тех причин, о которых я вначале сказал, подтвердили свою международную репутацию, и на основании вот этого были выделены такой комплекс научных школ, которые могут быть вовлечены в формирование центров ядерной науки и технологии, чтобы сформировать полное комплексное предложение как для стран-довичков, так, в общем, и для стран, которых уже существовал интерес, но вместе с тем базовой системы создания или, соответственно, правления знаниями не существовало. Соответственно, туда входят, это, конечно, ядерно-физические методы и средства анализа состава вещества. Прежде всего, мы считаем, что помимо, собственно, создания новых знаний, было бы интересно ставить и прикладные задачи для подобного рода лаборатории. Это определение, прежде всего, состава для горнодобывающих и металлургической промышленности. Это определение концентрации чистых, особо чистых материалов. Это особые задачи по криминалистике и археологии, а также это организация массового анализа для горнодобывающих промышленностей, что было сделано в свое время в Советском Союзе и получило широкое распространение. Дальше, пожалуйста. Ровно такая же ситуация по физике и химии радиоактивных элементов. Соответственно, это прежде всего на основе этой научной школы создание лаборатории радиоизотопов. Соответственно, это все методы и технологии выделения радиоизотопов. Мы предполагаем, что все-таки в основе Центра ядерной науки и технологии является наличие соответствующей базы. Это либо реакторная, либо ускорительная база. Естественно, для наработки и исследования радиоизотопов это, прежде всего, реактор определенной мощности. Но и тем не менее, для передачи методик и технологии общения, ну, так скажем, обращения с радиоизотопами необходимо от наличия очень квалифицированного персонала и в том числе умения работать с горячими, так скажем, камерами разными степень защищенности. И таким образом это можно делать для радиоизотопов с одной стороны. С другой стороны, это контроль радиоактивных индикаторов, то есть, соответственно, отслеживание разного рода потоков, как аэро, так и гидропотоков по территории соответствующих стран. Дальше это датирование архиометрии. Следующий слайд. Значит, дальше это Центр облучения. Это, естественно, все вопросы, связанные со стерилизацией. Это вопросы, связанные с уничтожением насекомых-вредителей. Это вопросы консервирования и увеличения сроков хранения продуктов. Ну и взаимодействия с пассивным фондом. А также индикационная селекция. Соответственно, есть полные разработки, связанные с оборудованием, с дозами, необходимыми для воздействия на те или иные вещества, включая очистку источных вод и так далее. Дальше, пожалуйста. Значит, это радиохимические исследования. Значит, это очень большие школы, которые сложились, прежде всего, аналитически. Прежде всего, это в геометии, прежде всего, в облифте, которые связаны с комплексной оценкой руд, потому что мы понимаем, что таким образом можно существенным образом поднять эффективность добычи полезных ископаемых, если мы можем на основе тщательной оценки состава не только элементного, но и генералологического соответствующих элементов сразу предложить комплексные технологии по извлечению всех возможных полезных ископаемых из комплексных руд. При этом очень важны методики оценки содержания тех или иных элементов. С одной стороны, с другой стороны, возможности их извлечения. Соответственно, для прикладных задач, это, как мы говорим, это комплексная идея, в том числе и гипертологическая переработка сырья, это исследование генетологического и химического состава, это разработка, что очень важно, технологических регламентов, а также очистка, в данном случае, ввод воды и от разного рода зависит. Дальше, пожалуйста. Значит, это вопросы реакторного и традиционного материаловедения. Мы считаем, что именно опыт советский и российский, потому что, как известно, первый тысячник, который пятый, Воронежский блок, на сегодняшний момент отработал уже 36 лет и предполагается продление его ресурса примерно до фактически 50 и более лет. Это было основано на понимании и поведении материалов под действием облучения. Как известно, Сергей Владимирович сегодня сказал, что именно эти знания привели к возможности предлагать на международном рынке реакторы со сроком службы более 80 лет. И, соответственно, такие уникальные знания, которые накоплены при эксплуатации и создании материалов для ядерной энергетики, являются, по нашему мнению, те знания, которые мы можем передавать во внешний мир. Значит, поэтому это не только исследование свойств создания материалов, включая покрытие на сегодняшний момент, это обязательно сертификация металлической, и металлической материалов. Это экспертиза разных механизмов разрушения, ну и соответственно поведения материалов в экстремальных условиях, прежде всего, под воздействием различных галлюцированных воздействий. А также это материаловический надзор за безопасные эксплуатации соответствующих объектов атомной энергетики. Дальше, пожалуйста. Значит, школа по исследованию физики плазмы, это на сегодняшний момент, прежде всего, это термоядерные, направления термоядерные, но при этом можно говорить о возможности разными методами удержания этой самой плазмы. Это поведение, опять же, материалов под воздействием высокотемпературной плазмы, а также воздействие плазмы на состоянные вещества. Поэтому это помимо, вот, собственно, исследований непосредственно поведения плазмы и такого прагматического вопроса, как молния защита, это создание и применение плазмных ключковых систем в промышленных и медицинских целях, например, для упрочнения поверхности и воздействия, там, и он и протонного на медицинское применение и лазерного. Дальше, пожалуйста. Значит, вот поэтому на сегодняшний момент мы создали такое комплексное предложение из шести основных направлений. Считаем, что они все имеют очень эффективное на сегодняшний момент предложение, поскольку основаны на более чем 45-летнем опыте работы соответствующих научных подразделений, школ в институтах Росатома и за счет взаимодействия этого опыта и наших специалистов с новыми пользователями и теми людьми, которые будут участвовать и будут работать в этих центрах ядерной науки и технологии, будут эффективно извлекать новые верифицированные знания. Спасибо. Очень большое. Уважаемые коллеги, есть время для этого вопроса? Нет. Хорошо, спасибо большое. Это, да, в кулуарах. А, есть, да? Извините, пожалуйста. У меня вообще сразу два вопроса. Ну, короче. Вот до 2011 года в этом здании существовал снятый фон. И в его архивах хранилось более полутора миллионов единиц хранения научных документов, отчетных производственных. Потом, значит, он закончился. И поэтому вот первый вопрос. Есть ли у вас, что ли, отношение к этому событию и как-нибудь поменяло то, что снятой информы нет, а день начинается, по сути, помоться? Это первый. И второй вопрос такой. После снятой информы в Росатоме была и существует до сих пор достаточно увлеклённая система центров данных. Техновидический центр, спасательный материал. 17 центров разных организаций. И вот на сегодняшний день эта деятельность продолжается. Но вот здесь я никого не уведёлся, людей, которые представляют эти центры знаний. А как они будут учитывать их существование? Я, Вячеслав, руководитель национального центра инвестиций. Я достаточно кратко отвечу. Значит, в докладе Вячеслава Александровича в первой части было сказано, что у нас существует система, вот она была реализована по цифровке вот этих самых знаний. Естественно, те научные школы, о которых я на сегодняшний момент говорил, я сказал прежде всего о верификации тех знаний, той информации, которой они владели. Как мы понимаем, в центрах информ, в центрах информ все-таки не занимался именно собранием информации и ее классификацией. Поэтому все-таки первичные научные знания создавались в этих самых научных школах. Поэтому мы, вот то, что я сейчас представляю, мы прежде всего ориентировались на первичные знания, а не уж точно всадили в ту информационную базу, которую владел центром, центра информации. Поэтому мы не с нуля начинаем, а не урочно. Предложения сформированы, еще раз я говорю, от непосредственных создателей этих самых знаний и информации. Спасибо. Я, кстати, отвечу на данный вопрос. Здесь же коллега интересует. Значит, весь архив центр ракомонаформа находится в Сарове. Также в Сарове находится в рамках новой системы создания цифровой платформы и библиотек, центры по цифровке. Частично уже архивы центр ракомонаформа цифрованы, и они включены в общий информационный интерфейер. Нужна ли централизованная система, типа центр ракомонаформа для Русатова в настоящий момент, но в том виде, как она была, с нами обновляясь к тому, что появились новые инструменты. И мы говорили о создании полочных инструментов. И не только, это было в моем докладе, но и господина Янга. Соберевод в Сарове и облачной платформе оказывается более, чем просто создание центральных архивов. Также господин Брукс, кто-то там говорил, на основе примера НАСА. Что касается стендовой базы, частично стендовая база, во-первых, у нас цвета учета, взялосьческий реактор, электрофизический, потому что сейчас получается много каталог. Теплофизических стендов по всей, по разным-заторам, можно сказать, что многие эти стенды, к сожалению, уже не нужны, потому что они выполнили свою задачу, не потому что они не нужны, потому что для них нет задачи. Информация, которая там скромена, она, у любого было отчета. Отчеты входят в электронную базу данных, в составового константа, который используется в системе управления финансовым. Примерно.